А сегодня мы смотрим на потомков этих торговцев и видим, как они бегают за деньгами. В то время, которое Аллах поместил тебя среди причин, отдавайся причинам полностью. Но в то время, в которое Аллах поместил тебя в мир освобождения, оставь причины и устремись к причине всех причин. Он распределяет свое время между миром причин и миром освобождения, уделяет должное внимание причинам, не уклоняется от них и посвящает себя обязанности, связанные с освобождением, не превращаясь в раба причин, когда Аллах повелел ему их оставить. Клянусь Аллахом, я знаю, что из года в год Аллах посылает этому человеку в три раза больше земного удела, чем его соседям по рынку. Человек живет в таком месте, которое не позволяет ему соблюдать права Аллаха. Следовательно, шариат говорит ему, «Оставь причины и уходи в освобождение». Потому что твое взаимодействие с этими причинами уничтожает твою веру. А мы жертвуем своей верой ради причин обретения земного удела? Или жертвуем причинами обретения риска ради своей веры? Ответ очевиден. Дорогие братья и сестры, поддержать канал финансово можно двумя способами. Стать спонсором канала, вот здесь есть кнопка, или отправить донат через платформу Buy.me.coffee. Ссылку на нее вы сможете найти внизу под видео в описании. Теперь возвращаемся ко второму афоризму, чтобы финализировать его толкование. Ибн Атаула, да помилует его Всевышний Аллах, говорит, «Желать освобождение в то время, как Аллах поместил тебя среди причин — это скрытая прихоть. А желать причин в то время, как Аллах дал тебе освобождение — это уклонение от высокой цели». Мы истолковали первую часть этого афоризма. «Желать освобождение в то время, как Аллах поместил тебя среди причин — это скрытая прихоть. Полагаю, нет нужды возвращаться к толкованию этой части». Мы ее разъяснили и привели ясные примеры. Очень коротко повторю. Фраза «Аллах поместил тебя среди причин» то есть путем своего закона. Если шариат вменил тебе в обязанность использовать причины, то твои попытки снять с себя эту повинность, которую возложил на тебя Аллах, это относится к скрытой прихоти. Более того, может быть, даже это является запретным. Поэтому фраза «в то время, как Аллах поместил тебя среди причин» означает «в то время, как шариат Аллаха поместил тебя среди причин». Человек женат. У него есть семья, дети. А он говорит, «Я всецело посвящу себя поклонению Аллаху, аззаву джалля. Я полностью отрекусь от земной жизни. И ограничил свои дела только религиозной сферой. Ушел с рынка, оставил труд для обретения земного удела. И, как аглюс-суффа, стал круглосуточно заниматься только поклонением». Это дело запретно. Почему? Потому что шариат вменил ему в обязанность использовать причины, трудиться для обретения риска, если не для себя, то для своей семьи. Поэтому слова Ибн Атауллы, «в то время, как Аллах поместил тебя среди причин», как Аллах помещает меня среди причин? Путем своего закона, своего шариата. «Это относится к скрытой прихоти. Если бы ты заглянул внутрь себя, то увидел бы, что в действительности потакаешь одной из своих прихотей, и увидел бы, что кормишь внутри себя одну из форм эгоизма». Мы об этом говорили и поясняли. Большинство людей находится в этом первом положении. Ты можешь увидеть, что Аллах поместил их среди причин. Например, человек является ответственным лицом в стране, занимает какой-то пост. Этого человека Аллах поместил среди причин, в том смысле, что шариат вменил ему в обязанность заботиться об этих людях в рамках возложенной на него ответственности. Поэтому, если предположить, что этот человек отвернулся от этой ответственности, которую возложил на него Аллах, и стал посещать встречи наподобие этой, стал уединяться в своем доме, в месте отведенном для поклонения, в мечети города, в котором живет, то поклоняется Аллаху, то занимается поминанием, то читает Коран, отвернувшись от возложенной на него ответственности, такой человек потакает одной из скрытых прихотей нафса. Ибо если бы он был искренним перед Аллахом, всемогущим и велик, то придерживался бы закона и спросил бы у законодателя, что я должен сейчас делать. Когда на меня была возложена обязанность заботиться об обществе с того уровня, который пожелал для меня Аллах, приходит ответ, выполняй обязательное, оставь запретное, а оставшееся время трать на служение этим людям и заботу о них и исполнение того, что было возложено на тебя. Потому что Аллах поместил тебя среди причин и сделал это через свой закон. Человек вместе со своими друзьями и братьями отправился в хадж. Все они едут, чтобы выполнить эти обряды. И на них нет никакой ответственности, если не считать того, что они оставили свои семьи и места проживания, дабы посетить священные места и исполнить обряды. Что же до него? То верно, он отправился к запретному дому Аллаха как паломник, но он врач. Ему вменена в обязанность заботиться об этой группе, ответственность за которую была возложена на него. Аллах приставил этого человека к причине через шариат. Поэтому, если этот человек забыл о возложенной на него ответственности, на основании которой его и взяли в хадж, и стал все свое время проводить в мечети Аль-Харам, делая таваф, совершая молитвы, читая Коран, какое заключение можно вынести в отношении этого человека? Этот человек занимается потаканием одной из скрытых прихотей. Это ясно. Это часто происходит. Тебя взяли, чтобы ты заботился о больных, чтобы ты внимательно следил за состоянием этих людей. На тебя была возложена обязанность заботиться о них, но ты их всех оставил и погрузился вместе с ними в то, что, как тебе кажется, является поклонением и полным посвящением себя Аллаху, Субханахуатааля. Человек отвечает за большую группу паломников. Он отвечает за их переезд, чтобы ничто их не беспокоило и они были в безопасности. Но как только он туда приехал, то обо всем забыл и с головой ушел в поклонение. Паломники спрашивают о нем, ищут его. Каждый хочет с его помощью решить проблему, но не могут его найти, потому что он делает обход вокруг Каабы, пребывает в мечети Аль-Харам, занимается чем-то из поклонения. Это ясные примеры. К ним применима первая часть. Желать освобождения в то время, как Аллах поместил тебя среди причин, это скрытая прихоть. Мой отец, да помилует его Аллах, аз-за-ваджалля, однажды отправился в паломничество. Там был его друг. Он захотел поехать с ним как гость. И поехал. Он поехал с тем, кто отвечал за всех паломников. Поездка тогда была по морю. В Мекке мой отец был ответственным за самого себя. Ни за кого более не отвечал. Разве только, если кто-то спрашивал его о какой-то норме шариата, или просил дать богословское заключение по тому или иному моменту, или задавал вопрос по поводу обрядов паломничества. С такими людьми он встречался. Но у другого человека, который принимал его в качестве гостя, и который занимался паломниками, времени было только на выполнение обязательного и тех обязательных вещей, которые должен выполнять паломник. Он пришел к моему отцу и говорит, «Нет у меня возможности заниматься тем же, чем занимаетесь вы. Нет у меня возможности делать еще что-то сверх обхода вокруг Каабы, делать дополнительные акты поклонения, больше делать молитв в доме Аллаха». А отец сказал ему, «Дело, которое было поручено тебе и есть твоим поклонением, и есть делом, приближающим тебя к Аллаху, и есть посвящением себя Богу, и есть твоим тавафом и твоими дополнительными актами поклонения». Это потому, что Аллах, азза ва джалля, приставил тебя к этому делу. А нас Аллах, субханаху атааля, приставил к другому делу. И в этом состоит смысл слов Ибн Атаулы, как я сказал вчера. «Сколько положений, состояний, столько существует и деяний». Так что, нужны ли дополнительные пояснения? Мы это подробно разъяснили и дошли до этого момента, который мы истолковали вкратце. Осталась вторая часть. А желать причин в то время, как Аллах дал тебе освобождение, это уклонение от высокой цели. Твое упорство в использовании причин, различных причин, которые Аллах, азза ва джалля, установил и заполнил ими этот мир, в то время, как Аллах дал тебе освобождение, каким образом дал тебе освобождение? Через свой закон. То есть, его шариат велит тебе в этой ситуации освободиться от причин. Однако, ты в этот момент вспоминаешь, что причины необходимы, что, как мы знаем, деньги с неба не падают, и что земля не даст тебе обильный удел путем чуда. Нужно работать, нужно трудиться. об этих аргументах ты вспоминаешь. Когда ты вспоминаешь об этих аргументах? Тогда, когда Аллах дал тебе освобождение. Не забывайте, что фраза «дал тебе освобождение» означает «дал тебе освобождение путем своего закона». «Каким образом?» Молодой парень отец сказал ему «Я не прошу у тебя земного удела и не вменяю тебе в обязанность покрывать свои расходы. Все это я беру на себя. Я лишь прошу тебя изучать книгу Аллаха и его закон. Глубоко и специализировано изучать религию Аллаха». Этого человека в таких вот обстоятельствах, в таких вот условиях Аллах поместил среди причин или дал освобождение? Аллах дал ему освобождение через шариат, всегда через шариат. Что этот парень должен сделать? Он должен отвернуться от причин и заняться этим делом, к которому направил его Аллах. Изучать религию Аллаха и не обращать внимания на причины, через которые человек получает земной удел. Почему? Потому что Аллах дал ему освобождение. Каким образом дал ему освобождение? Где довод из шариата? Во-первых, отец, когда говорит своему сыну, изучай религию Аллаха аззаву джалля, ребенок должен слушаться отца или нет? Это момент. Второй момент. Само по себе изучение религии. Кому Аллах желает блага, того он приведет к пониманию религии. Это второе. В-третьих, отец дал гарантию, что обеспечит его всем, в чем тот нуждается. следовательно, в этом случае шариат говорит ему, оставь торговлю, оставь труд, оставь учебу ради получения дипломов, с которыми ты будешь приобретать земной удел, обеспечивать себе существование, потому что Аллах дал тебе это положение, дал освобождение через свой шариат. «И поистине Аллах Он дающий удел и обладающий непоколебимой силой». Смысловой перевод аята. Это пример. Не забывайте, что руководством или мерилом или термометром всегда выступает шариат. Эта ситуация применима ко мне, братья, когда я стоял на пороге учебы. Когда я стоял на пороге учебы, я, как и все мои одноклассники и друзья, должен был пойти по пути изучения мирских наук, которые сулят человеку дипломы, позволяющие ему не беспокоиться о получении желанного земного удела и жизни, о которой он мечтает. Таковыми были ожидания, особенно в то время. Но мой отец направил меня на другой путь. Он толкнул меня на территорию освобождения, а не на территорию причин. И, возможно, вы уже слышали о том, что он мне сказал. Насколько я помню, я много раз рассказывал об этом. Он взял меня за руку и сказал, мне тогда было 14 лет. Сынок, если бы мне было известно, что путь к Аллаху Субханаху кроется в подметании улиц, то я бы сделал из тебя дворника. Но я увидел, что путь, ведущий к Аллаху Субханаху состоит в изучении его религии и его закона. Поэтому я пожелал направить тебя на этот путь. Мой отец направил меня на этот путь и сказал, я возьму на себя все, что вменил мне в обязанность Аллах относительно твоего материального обеспечения и того, что тебе нужно для жизни. Таким образом, согласно весам шариата, меня сейчас поставили в освобождение. Не так ли? даже более того, он взял с меня обед, чтобы я ни на одном из этапов не изучал религию Аллаха и стремление к земному уделу, получению диплома или работы, а изучал и стремление к обретению его довольства, изучению его религии и применению ее в своей жизни и ее распространению среди людей по мере возможности. Если бы я сказал в той ситуации, собрал бы в уме все доводы, на которые опирается человек, выходя на рынок и занимаясь трудом, то я в этой ситуации впал бы в то, о чем говорит Ибн Атаулла, в уклонение от высокой цели. Даже более того, я еще и грех бы совершил. Возможно, я более подробно рассказал об этом в книге «Это мой отец». Как мои друзья нашептывали мне, говорили «Ты ведь уже знаешь, как молиться, как соблюдать чистоту, необходимое из религии. Иди трудись, зарабатывай на жизнь. Если у тебя не будет работы, которая будет приносить тебе земной удел, то завтра ты превратишься… Знаете, что они мне говорили? Валлахи, братья, я уверен, что мы сегодня в этом городе ближе к Аллаху, чем были тогда. Жители в целом. Жители в целом ближе к Аллаху, чем в то время. «Как много сегодня таких, которые поступают в шариатские институты, дабы изучать религию Аллаха, не сталкиваясь при этом с наущениями дьяволов из числа людей, которые отговаривали бы их от этого. Но как много было тех, которые говорили мне, «Чем, по-твоему, ты будешь заниматься завтра? Будешь покойников омывать? Будешь делать то-то и то-то, а я был еще ребенком?» Сегодня наше общество очистилось от этого, если сравнивать с тем временем. Если бы я прислушался к этому, то впал бы в то, от чего предостерегает нас Ибн Атаулла Ас-Сакандари, да помилует его Аллах. Это пример. У человека есть лавка на рынке в этом городе. он занимается торговлей, продает товар, любой товар, книги, одежду, что угодно. В период с восьми утра до Магриба он находится в мире причин. Если у него есть жена, дети, семья, если бы он закрыл свою лавку и остался сидеть дома, или стал бы один за другим, один за другим посещать уроки, то совершил бы ошибку, и мы сказали бы ему, «Желать освобождения, в то время как Аллах поместил тебя среди причин, это скрытая прихоть. на этом этапе он должен заниматься своим мирским делом». Хорошо. После Магриба. После Магриба у него есть возможность вернуться домой для занятия другими видами деятельности. Они разные. Есть учеба, через которую ему следует дополнять знания о своей религии. Есть в кружке чтение Корана, где ему нужно что-то прочитать из Корана. Есть обучающие уроки наподобие этого. Есть общение с семьей, чтобы поддерживать благоприятные отношения, посвящать им себя. Не так ли? Хорошо. Поэтому, если время пребывания этого человека в своей лавке из желания получить больше прибыли, больше денег, продлевается аж до молитвы Иша, что в большинстве случаев и происходит. Приходит уставшим, не в состоянии что-либо делать. Все, на что его хватает, это перехватить что-то из еды и лечь спать. Мы говорим ему, после того, как наступило время Магриба, Аллах поместил тебя в мир освобождения. Тебе следует закрыть свою лавку и заниматься заботой о своей религии. Смотрите, как шариат разделяет. Это могут быть пять часов, на которые Аллах помещает тебя в мир причин, а затем Аллах помещает тебя в мир освобождения. Обратись к шариату, и ты увидишь ответ на это. Что мы говорим о тех торговцах, которые занимаются разными видами торговли? Мы говорим, пока торговая деятельность по количеству времени, мы сейчас не говорим о качестве, обманывает он или нет, нет, мы говорим о количестве времени. Пока это количество времени не вредит его вере и не посягает на его религиозные обязательства в пользу земного, то он в этот период находится в мире причин. Работай, трудись, в точности, как делают остальные, приноси в дом деньги, чтобы расходовать их на себя, свою семью и детей. А если собрал сумму, которая хватает, обеспечил свою семью и увидел, что того, что ты получил вполне достаточно, осталось посвятить оставшееся время дня, вдобавок к тем часам, которые ты можешь выделить ночью, для дополнения своих религиозных познаний, для изучения шариата твоего Господа, для изучения книги Всевышнего, в эти часы ты, согласно исламскому закону, находишься в мире освобождения. Находишься в мире освобождения. Ты должен закрыть свою лавку, вернуться домой, а затем заняться поиском места, где преподают уроки по исламу, уроки по изучению книги Аллаха, по Тавсиру Корана. В это время ты выполняешь свою религиозную обязанность, дополняешь свою исламскую личность. Поэтому человек за один день перемещается из мира причин в мир освобождения и наоборот. А шариат во всех случаях выступает главным руководством и мирилом. В былые дни, помню, еще раз вернемся в прошлое, большинство из тех, которые заключали сделки на рынках и занимались торговлей, применяли этот афоризм, который приводит для нас Ибн Атаулла, а по факту применяли закон Аллаха, субханху Атаулла. И ты мог увидеть, как рынок, в качестве примера возьму рынок Мидхат-баша, этот рынок начинал работать только с 10 утра. Где находились торговцы до этого времени? Где они были? Они не были дома, они были на уроках, постигали науку. Человек мог посетить урок или два, или три, после чего возвращался домой, завтракал, а затем приходил на работу. Заканчивалось время освобождения, отстраненности от причин и наступало время вхождения в мир причин. Лавки открывались и закипала торговая деятельность. Крупнейшие торговцы Дамаска работали и трудились на этом рынке. Но как только до Азана на Магриб намаз оставался всего один час, лавки закрывались. Все. Время причин закончилось. Они возвращались домой, и спустя час эти торговцы, которые трудились, заключали сделки, продавали, покупали, превращались в учеников. У каждого подмышкой своя книга, они распределялись по мечетям или по домам ученых и изучали религию Аллаха. Аззаваджалля. Фикх, тавсир, хадисоведение, вероубеждение, изучали науки исламского шариата. Глядя на этих торговцев, ты видел два качества, которые объединились в них. качества торговца, специалиста и качества ученого. Ученого? Он был одним из знатоков религии? Действительно ученым. Вот как они это применяли. А сегодня мы смотрим на потомков этих торговцев и видим, как они бегают за деньгами. Я задаю вопрос, какую долю в жизни этих людей занимает книга Аллаха Аззаваджалля? В каждом дне полагаю и прошу Аллаха, чтобы я не был из тех, кто плохо думает о других, полагаю, в их жизни вообще нет места для книги Аллаха. Интересно, чему они научились из религии Аллаха Аззаваджалля? Уверен, они ничему не научились из религии Аллаха, кроме тех, кого помиловал твой Господь. И как мало таких. Что сделали эти люди? Если бы ты сказал кому-то из них, выдели для религии Аллаха Аззаваджалля время из тех часов, что отведены тебе на жизнь, в то время, которое Аллах поместил тебя среди причин, отдавайся причинам полностью. Но в то время, в которое Аллах поместил тебя в мир освобождения, оставь причины и устремись к причине всех причин, оставь причины и устремись к Аллаху, Субханаху и устремляйся. То он сказал бы тебе. Вообще-то, земной удел требует того, чтобы за ним гонялись. Земной удел не приходит просто так. Если ты днем и ночью не будешь находиться в погоне за ним, то получишь очень мало. И возможно, даже станет приводить тебе философские аргументы, неизвестно откуда взятые. Посмотри на Запад, как он нас обогнал. Насозавал заводов и компаний, наделал изобретений. Без денег они не смогли бы этого сделать. Именно через деньги мы можем составить им конкуренцию. Через такую погоню мы можем создать фабрики, компании и так далее. Этими словами он тебя и обезоруживает. Но разве они верны? Эти слова заблуждения и наущения дьявола. Ты говоришь ему, поистине у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право. Так соблюдай же право каждого. Ты с утра до вечера, и когда я говорю с утра, то не имею в виду с восходом солнца. Нет, а так, как делали сподвижники в своей повседневной жизни. С утра до вечера находишься в мире причин. Работай в точности, как ты говоришь. Но что уже уделил должное внимание причинам, в которые Аллах тебя поместил, то значит пришло время тебе их оставить и устремиться к причине этих причин. Мы используем причины, потому что Аллах вменил нам это в обязанность. А так, кто является дающим удел? Аллах, субханаху ва-та-аля. Я знаю братья одного человека. Я расскажу о нем лишь в качестве примера. Так-то я знаю много таких людей, но расскажу об одном в качестве примера. Владелец книжного магазина. Он самым последним открывает свой магазин утром и он первым закрывает его вечером. Если прозвучал азан на зухар намаз, он закрывает магазин и идет в мечеть. И возможно даже более получаса пропадает там, молясь. Магазин он закрыл. Там нет никого, кто бы его подменил. А если прозвучал азан на асар намаз, то же самое. Вот так вот. Видите как? Он распределяет свое время между миром причин и миром освобождения. Уделяет должное внимание причинам, не уклоняется от них. И посвящает себя обязанности, связанные с освобождением, не превращаясь в раба причин, когда Аллах повелел ему их оставить. «Клянусь Аллахом, я знаю, что из года в год Аллах посылает этому человеку в три раза больше земного удела, чем его соседям по рынку. В три раза больше». Спросишь его, как так получается? Он ответит, понятия не имею. «Когда человек не переходит границ, не отнимает у обязанностей, связанных с освобождением, в пользу мира причин, и не отнимает у причин в пользу освобождения, соблюдает права каждого, то его покровитель одаряет его, его Господь дает ему». Обратите внимание на этот смысл. Идем дальше, дабы насладиться смыслом этой второй части афоризма Ибн-Атаулы. Да помилует его Аллах. Человек живет в таком месте, которое не позволяет ему соблюдать права Аллаха аззаваджалля, будь то в отношении себя самого или в отношении семьи и детей. Живет в одной из стран, скажем, Европы или Америки. Он увидел, что не имеет возможности соблюдать права Аллаха аззаваджалля, будь то в отношении самого себя или касательно воспитания своих детей. А ведь он поехал туда, чтобы взаимодействовать с причинами, чтобы работать, торговать, трудиться, добывать обильный земной дел, чтобы привезти его на родину, сюда, например. Он посмотрел и увидел, что в этих условиях теряет свою религию. Задаю вам вопрос. Этого человека Аллах поместил в мир причин или в мир освобождения? Аллах поместил его в мир освобождения. Имеется в виду, шариат велит ему оставить причины, которыми он там занимается. Вот что я имею в виду. Он там занимается причинами. Но следствием этого стала деградация его религиозности, невнимательное отношение к своим детям, то, что они заблудились и потеряли путь Аллаха Субханаху Аталя. Следовательно, шариат говорит ему, оставь причины и уходи в освобождение. Не так ли? В этой ситуации Аллах поместил человека в мир освобождения. То есть шариат требует от него освободиться. Шариат требует от него освободиться. А когда ему напоминают об этом, говорят, сейчас оставь причины, ибо они уничтожают твою связь с Аллахом, отрицательно сказываются на воспитании твоих детей, заставляют тебя забывать о религиозных обязанностях, которыми почтил тебя Аллах, всемогущий он и велик. Что он говорит в ответ, начинает напоминать себя о хадисах и аятах, в которых Аллах повелевает человеку трудиться. Говорит, разве ты не знаешь, что когда Умар ибн аль-Хаттаб заходил в мечеть и видел там человека, который предавался чтению Корана или какому-нибудь поклонению, то выгонял его плетью и говорил, ты ведь знаешь, что золото не льется с небес и так далее. А еще рассказывает ему, что работа на рынке это тоже поклонение и за переселение ради работы и ради детей полагается большая награда, то есть может привести тебе множество различных аргументов. Но разве ты поведешься на эти аргументы? Нет. Эта вещь очень важна, братья, эти весы. Ты отвечаешь ему, то, что ты говоришь, было бы правильным, если бы твое взаимодействие с причинами здесь было бы одобряемо шариатом. Если бы шариат одобрил твое взаимодействие с миром причин в этом городе, но обратившись к положениям исламского закона, я вижу, что он не одобряет такое взаимодействие с такими причинами в такой форме. Ты сейчас призываешься к освобождению, а не к взаимодействию с причинами. Почему? Потому что твое взаимодействие с этими причинами уничтожает твою веру. А мы жертвуем своей верой ради причин обретения земного удела? Или жертвуем причинами обретения риска ради своей веры? Ответ очевиден. Поэтому что мы говорим этому человеку? Мы говорим ему «Оставь эти причины, вернись в свою страну, вернись туда, где ты сможешь вздохнуть с облегчением и выполнять приказы Аллаха и положение его религии в отношении себя и своих детей, как повелел Всевышний. Что же до земного удела, то он придет». Напомню ему о словах Всевышнего, смысловой перевод «Кто набожен пред Аллахом, тому он непременно предоставит выход из положения и обязательно наделит его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает». Бог, который повелел трудиться, также и эти слова тебе сказал. «Поэтому посмотри, где ты живешь и взаимодействуй с Аллахом согласно тому, чего требует от тебя шариат». Таким образом мы можем увидеть, что многие из наших братьев, которые проживают на Западе, в Европе и Америке и пребывают в мире причин, призываемы к миру освобождения. Почему? Потому что их нахождение в мире причин отдаляет их от их религии, отдаляет их от соблюдения приказов Аллаха, будь то в отношении себя или в отношении своих детей. Конечно, это пример, однако если мы захотим рассмотреть его детально, то увидим большую проблему, братья. Во всех мусульманских семьях, которые я посещал в Америке, не помню ни одного исключения. Я видел поразительную разницу. Взрослые соблюдают ислам, а дети американцы. Заходит парень и смотрят на нас, как смотрит турист, чужой, попавший в общество, о котором ничего не знает. Разговор, язык, привычки, поведение, всё это на американский манер. Но отец говорит о религии, говорит об исламе, читает книги и так далее. А Аллах, аззаваджалля, говорит, смысловой перевод, призывай свою семью совершать молитву и сам будь обязателен в её выполнении, мы не просим у тебя удел. Аллах, субхану ва тааля, говорит тебе, смысловой перевод, защищайте себя и своей семьи от ада, топливом которого есть люди и камни. Говорит, смысловой перевод, я сотворил джиннов и людей лишь для того, чтобы они поклонялись мне. Мне не нужно от них удела, и я не хочу, чтобы они меня кормили. Поистине Аллах, Он, дающий удел и обладающий непоколебимой силой. Когда говоришь этому человеку, послушай, оставь, это мирское, в котором ты находишься и вернись в свою страну. Позаботься о воспитании своих детей. Он рассказывает тебе о необходимости зарабатывать деньги, о необходимости трудиться, нужно обеспечить будущее детей и так далее. Не взаимодействуй с причинами, подобно рабу, но и не оставляй причины. И не бросай их полностью. Взаимодействуй с причинами там, где они не вредят соблюдению религии. И оставляй причины, когда видишь, что они пытаются пошатнуть твое положение перед Аллахом. Субханху это означает, что ввиду условий, в которых они находятся, шариат требует от них оставить причины и жить в мире освобождения. Конечно, исключением является человек, который не подвергся пагубному влиянию всего этого, в полной мере соблюдает религию, в своем доме, в отношении себя, семьи и детей. Но если дело обстоит так, этот человек подпадает под исключение. У человека была Родина, но он увидел, что в том месте ислам уже не может сохранять за собой господствующий статус, как это было прежде. Пришел тот, кто стал разрушать религию. На его Родину пришел тот, кто объявил ей войну. Но у этого человека там свой уголок, земной удел, торговля. Однако условия, в которых он оказался, побуждают его переместиться в мир. Мир освобождения. Что привело сюда моего отца? Что привело его сюда? Мой отец жил в Турции. У него там были сады, недвижимость, имущество. И он жил в мире причин. Но что переместило его в мир освобождения? Он увидел, что революция, вспыхнувшая во времена Мустафы Кемаля, нацелилась на религию, дабы полностью уничтожить ее. И он оказался перед законом, который гласит, «Желать причин, в то время как Аллах поместил тебя в освобождение, это скрытая прихоть». Продолжим, иншаллах, разъяснение того, что осталось на следующем уроке. Хвала Аллаху, Господу миров.